Красок создано большими мастерами в мире. Вот они все нам даны. Нам дано это право услышать из той столетия к нам пришедшей, оценить то, что создано и великими художниками. А поэты они всегда посвящали свои произведения и своим коллегам, и каким-то прекрасным событиям. И, безусловно, поддерживали тоже молодых поэтов. Мы можем вспомнить, что совсем буквально в одно мгновение после ухода Александра Сергеевича Пушкина, кто написал? Михаил Юрьевич. Погиб поэт, невольный к чести. Пал оклеветанный. Какие-то трагичные стихи. Эти стихи облетели, они были в каждом доме. А Михаил Юрьевич Лермонтов, вы вспомните, какой же это был вообще великий поэт, погибший в 27 лет, поколение русских поэтов. Посмотрите, как Пушкин погиб всего, сколько, 37 лет. Лермонтов, 27. Кедрин, очень выструшенный. Тоже великий поэт русский, вот уже нашего времени. А мы его еще очень мало знали. Тоже трагичная судьба. Есенин Сергея Александровича в 35 лет. Что такое 35 лет? Что это возраст такой, чтобы осмыслить окружающий мир, чтобы увидеть все его брелести? Это только начало. И вот когда при таком гавотком пути создается такой великий, это говорит о том, что это гении. И сколько их на нашей земле. Вот мы сейчас услышим стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Но я вот хочу сказать, что в русской жизни была очень замечательная традиция. Кстати, даже вот и мое поколение, вот моя бабушка имела такой альбом, когда не только поэты, а просто знакомые друг другу писали стихи, посвящения, послания, оставляя вот свои творческие следы в семьях. Мы знаем, что потом, уже спустя годы, исследователи будут замечать и раскрывать тайны. Вы помните, например, великолепнейший поэт, прозаик Ираклиан Андронников. Сколько же он нашел и у Лермонтова, и у других писателей. Каких загадок великолепнейших он раскрыл, коснулся. Это великое искусство тоже исследования, созданное. Вот мы сейчас послушаем Михаила Юрьевича Лермонтова. Я предложаю на сцену Андрея Гермонтова. Спасибо. Что может краткое свидание Мне утешенье принести? Час неизбежный расставанье настал, И я сказал, прости. И стих безумный, стих прощальный В альбом твой бросил для тебя, Как след единственный печальный, Который здесь оставлю я. Я не унижусь пред тобою, Ни твой привет, Ни твой укор не властны над моей душою. Знай, мы чужие с этих пор. Ты позабыла? Я свободы для заблужденья не отдам, И так пожертвовал я годы твоей улыбки и глазам, И так я слишком долго видел В тебе надежду юных дней, И целый мир возненавидел, Чтобы тебя любить сильней. Как знать, быть может, те мгновенья, Что протекли у ног твоих, И я отнимал вдохновенья. А чем ты заменила их? Быть может, мыслью небесной И силой духа убежден, Я дал бы не рудар чудесный, А мне зато бессмертие он. Зачем так нежно обещала Ты заменить его венец? Зачем ты не была сначала, Какою стала, наконец? Я горд. Прости. Люби, люби другого, Мечтай любовь найти в другом, Чего б то ни было земного, Я не соделаюсь рабом. Чужим горам, А небо юга, Я удалюсь, а может быть, Но слишком знаем мы друг друга, Чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться, И в страсти стану клясть совсем, Со всеми буду я смеяться, Поплакать не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожно, Чтоб не любить, как и я любил, Или женщин уважать возможно, Когда мне ангел изменил. Я был готов на смерть и муку, И целый мир на битву звать, Чтобы твою молодую руку Безумец лишний раз пожать. Не знав коварную измену, Тебе я душу предлагал. Такой души Ты знала ли цену, Ты знала, Я тебя не знал. А вот стихотворение, которое написал Есенин, обращенное к Пушкину, Своему любимому поэту. Мечтая о могучем даре, Того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с собой Блондинистый, Почти березый, В легендах ставший, как туман. О, Александр, ты был повеса, Как и я сегодня хулиган. Но эти милые забавы Не затемнили образ твой, И в бронзе выкованной славы Трясешь ты гордой головой. А я стою, как пред причастием И говорю в ответ с тебе, Я умер бы теперь от счастья Сподобленной такой судьбе. Но, обреченный на гоненье, Еще я долго буду петь, Чтоб и мое степное пенье Сумело бронзой разбинеть. АПЛОДИСМЕНТЫ